Меня увёз узбекский маньяк. Вот вам Регистан. И мои верёвки на руках подтверждающие то, что я вам не вру. Прекрасное всё-таки место. Жаль, что это мой последний день, когда я... Э, ты чё смотришь камеру? Как ты вообще верёвки развязал? Кто это вставил в финальный монтаж? А это ж я монтирую. На самом деле живу кайфово. Кушаю обалденный плов, но вы посмотрите на него. Также нашли много товаров в магазинах, которых у нас либо уже нет, либо никогда не было. Так что если хочешь побыстрее увидеть обзор на новые энергетики, ставь лайк, пиши об этом в комментариях. Я всё это время привыкал к новой стране. Играл в какое-то говно, где выбил кучу звёзд. Прошёл полностью первый Fallout, чтобы сделать для вас кое-какой бомбический видеоролик в формате MP4. Ну и решил уже с чего-то начать. На просторах YouTube мне попалась игра метели. Я подумал, а почему бы её не пройти полностью и не сделать для вас развлекательное видео с пояснениями, как пройти её и какие в игре есть секретики. Но для начала я обратился к списку участников секретной организации Пассета. Для того, чтобы выбрать себе компаньона, который поможет обыграть и переиграть местного маньяка, компаньоном оказался Кривой Дракон. Кривой Дракон. Его предки даровали ему особый магический смех, который отражается у зрителя в сознании до самого конца жизни. Хлопнуть надо на счёт 3. Это чё? Это я потом синхронизирую всё. Раз, два, три. Сабись, пошла. Где-то непонятно вообще где, так как никто не говорит, происходит непонятно что. Мужик ворует людей, запирает их у себя в доме, ничего не требует, ничего не объясняет. Конец. Да, сюжета тут немного, но игра от этого не менее интересна. Она даже хороша в своём жанре. Вы выбирайте одного из жертв маньяка. Вот, Аллан, знакомься, Эмили, Юджин. Сагас? Возможно. Чё-то есть такой от него, вайп такой. Шутки шутками, а это реально оказался Юджин. Если играть за персонажа с его именем и забраться на чердак, можно найти записи, сказанные им где-то и использованные в игре как посхалочка. Я тут подумал, что было бы очень круто сделать семью про маньяков, которые вот такие вот, как она, стрёмные. И сюжет игры строится так, что ты играешь за кучу различных жертв. И через призму каждого ты узнаёшь потихоньку историю этой семьи. Но давайте секреты чуть позже, перейдём сначала к геймплею. Милый дом, родной дом в будке. Но у меня есть крючок, смотри, как я быстро игру могу пройти. Видал? Вот мы и сбежали. Посмотри под ёлкой, подальки. Надо его сотреть, может он добрый дядя. Нет, написано с Новым Годом. Можно повеситься, вот смотри. О, давай. У каждого выбранного вами персонажа своя локация для побега и своя история о том, как маньяк заточил вас в клетку. Начнём с Алана. Пацан заработался, пошёл поздно домой ещё и погода отстой. Путь домой лежит через лес, как удобно придумано. Мужик какой-то сидит в кустах и пялит на него. Но Алан не растерялся, засал, сподскользнулся. А пока вставал, маньяк его вырубил и утащил в новое уютное жилище. После того, как мы открываем дверь, нам открываются и все возможности геймплея. Цель игры выбраться из дома. А вы что думали, жить в нём остаться? Да мало ли что с вами сделает этот дядя. И вообще никто не знает, чем он болеет. Побродив какое-то время по комнате, мы будем находить разные предметы, помогающие нам продвигаться дальше по уровню. Пожарный шкаф закрыт на ключ и ополомбирован. Сложное слово. При пожаре разбить стекло, взять ключ и открыть шкафчик. Ключом возьмите огнетушитель. Как ты читаешь, там же букв нету. Да я этот, у меня же этот, как его... На работе такая же бумажка? Причём таких же букв нету. То есть, дёрнув верёвку и получив записку, мы узнаём, что в пожарном шкафу есть ключ, который нам нужно оттуда достать. Также в этом шкафчике спрятана, ну как спрятана, вот она, записка, в которой написано, что до нас здесь был некий Макс. По сути, это руководство по тому, как нам сбежать из этой комнаты. Ведь Максу вроде как удалось, а в самом низу написан пароль. Что за пароль, нам ещё нужно выяснить. О, это пароль. Где тут север? Надо в окне, может, посмотреть по мху определиться. Привет, север. Смотри-ка, на коробке что-то было написано, нет? Пятёрка. А вот, что на календаре написано? О, ток. О, тебя били? Нет. После хорошего, бодрящего разряда мы выяснили, что все предметы в игре появляются в разных местах. Например, в этом ящике в прошлой игре молотка не было, а теперь есть. Взяв его, мы можем разбить стекло, достать ключ, который открывает ящик с инструментами. Но проблема в том, что вот этот звук, твою же мать, приглашает на чашечку чая вот это тело. Анекдоты ему рассказывать будешь? Если хороший, то не бьет токами. Он сейчас к клетке подойдет, такой, на одном стуле мать. На одном стуле мать. Заранее уже сидит. Спасибо, мама, отчество. Совершив пару вылазок из клетки, мы выяснили, что для побега нам нужна отмычка. Кстати, потом выяснится, что она нужна и для хорошей концовки. А чтобы ее не поломать, за собой нужно не забывать все выключать, закрывать, ну и вообще прибираться в комнате, чтобы дядя ничего не заподозрил. А иначе он будет вас бить током, и вам нужно будет снова пользоваться отмычкой, чтобы выбраться, она не вечная. Следующий предмет молоток, он всегда лежит где-то в первой комнате, им достаем ключ, ключом открываем ящик, в нем ножовка и изолента. Изолентой обматываем провод, валяющийся под дверью, тем самым мы чиним панель управления. Дальше нам нужно разгадать пароль. Для этого на столе есть вот такая штука, она показывает, какое сегодня число, и вот такая штука, она рассказывает нам о том, откуда сегодня дует ветер. Ну и после этой информации стоим, пялем в окно и с умным лицом выясняем, где находится север. Теперь легко понять, что первая цифра находится на северной стене, вторая на западной, третья на восточной, ну и последняя на южной. Мы уже изолентой починили провод, включаем нашу гномью технологию, вводим пароли, вуаля, у нас есть управление дверью, которое ведет во вторую комнату, и управление лифтом, на котором можно сбежать от маньяка. Давай, лифт, а чё пилить-то? А, во, чё это? А чё надо тут ещё чё-то? Это кнопка, это кнопка, наверное. Нужен рычаг, чё за рычаг-то? Какой рычаг-то? О, немного забежали вперёд. Кстати, если знать, что это третья попытка залезть в лифт, то это ещё смешнее. Итак, мы во второй комнате, чтобы попасть к лифту, нам мешает стена, спрятанная за раковиной. Что будем делать? Вскрываем люк в потолке, оттуда падает отвертка и какой-то стеклянный снеговик. Снеговик шумит. Всё выключаем, прибираемся, запираем себя в клетку, делаем вид, что ничего не произошло. После отсидки выдвигаемся ковырять отверткой туалет, там находим лезвие от кирки, кладём его на стол, за раковиной берём лом, срываем календарь, ломом открываем скобы, получаем рукоять от кирки. Её тоже кладём на стол к лезвию и получаем настоящую кирку. В ящиках берём ручку от тисков, освобождаем из плена гаечный ключ, ключом скручиваем болты в раковине, двигаем её, ломаем стену, дело это шумное, поэтому прибираемся за собой и опять в тюряшку отдыхать. Все эти действия запускают сцену, в которой наш тювак приносит нам недостающий ништяк для побега. В моём случае это плоскогубцы, которыми мы вскрываем раковину, там берём палку, которой сможем запереть дверь, вызываем лифт, ключ у меня валялся в этот раз возле Макса. Ах да, забыл познакомить, это Макс, тот самый, что записку нам оставлял. Но нам сейчас не до него, нас ждёт лифт, тут две концовки, если просрали отмычку вам на улицу, если нет, то вскрываем дверь справа и спасаем ещё одну таинственную жертву маньяка. Следующего персонажа, за которого мы можем поиграть, зовут Эмили, и сразу хочу сказать, что игра не совсем простая, здесь все персонажи завязаны друг на друге, если играть именно на хорошие концовки. Но игра вас подбивает всегда только на обычный результат, я же вам покажу кое-что интересное. А ещё свою собственную концовку. У Эмили история простая, пошла бухать на вечеринку, ночью вызвала такси, таксист улыбнулся, красотки со словами, поехали. Метель не видно, куда едут, в итоге оказались в лесу, и он такой ей бац по голове, ну и всё, проснулась в подвале уже. О, что-то украл из туалета. Теперь можно знать, что в туалетах есть отмычка. Да, проверяйте, ребят. Мы сейчас идём на хорошую концовку. Эта карта, на мой взгляд, короче, прошлой, но что самое странное, если тут решить все головоломки и пройти правильно, то ты просто сбежишь, не получив хороший финал. Но если сократить пол уровня кое-какой хитростью, то откроется та самая секретная концовка, так она ещё и завершает уровень логично. Ну а сначала наш вариант концовки. Дверь с силой мысли за собой запирает. Дверь с собой открывает тоже. Долбанный компрессор, он говорит, это компрессор. А в ту комнату можно заглянуть? То нет, то нет. О, он дверь оставил открытой в этот раз. Так, погоди-ка. Близнеца привёл. Их двое. Здесь кто-то был? Да, ты. Что он закрыл дверь? О, он оставил открытую. Сам дверь открывает, но спасибо. Да, чё, нормально. Думай быстрее. В смысле? Я не могу. Быстрее, быстрее, быстрее. Чё это? А вот снизу, снизу, снизу ручки, снизу ручки. Плохая концовка. Вы сбежали из меня. Надо было на нём жениться, что-то. Так как же получить хорошую концовку? И чем связаны Эмили и Аллан? Приступим. Для начала берём из шкафчика ручную дверку, затем воруем у белого отмычку. Отмычкой вскрываем ящик и берём гаечный ключ, с помощью которого покидаем зону комфорта. Перед нами дверь защёлка. Открываем её, включаем свет, заходим и видим ящик. Я уже знаю пароль от ящика, так как его можно один раз увидеть на двери маньяка, когда он выбегает и пароль потом меняться не будет. В ящике берём лом, выключаем свет, закрываем защёлку, применяем ручку к двери, заходим, открываем холодильник, ломом отковыриваем кусок льда, ложим его в микроволновку. И вот тут начинается весь прикол с хорошей концовкой. Мы должны не паниковать, ждать сигнал микроволновки. Что за шум? После сигнала запускается таймер. Спустя это время маньяк выйдет из комнаты, поэтому мы должны успеть взять ключ из микроволновки, открыть им следующую комнату, взять ключ от лифта, вернуться назад и подкинуть этот ключ от лифта маньяку в коробку. Всё, сидим за решёткой, отдыхаем, смотрим, как маньяк берёт свою коробочку и несёт её к Аллану. Кстати, тут игра ляпы, из-за того, что предметы спавнятся рандомно, у меня Аллану он принёс не ключ, а плоскогубцы. Пока присматривать за нами некому, мы можем смело выходить и гулять где хочется и сколько захочется. Главное, не наступай в капкан, окей? На глаза нам попадается большая доска, отодвигаем её, берём плоскогубцы, задвигаем доску назад, плоскогубцами выдёргиваем гвозди, вбитые в аптечку, открываем её. Там находятся ножницы, которыми мы срезаем верёвки с запертой двери. Здесь на электрическом щитке висят ключи, а возле затонувшего лифта стоит ведро. Всё это берём, в ведёрко заливаем водички, сливаем её в канализацию, чтобы дотянуться до маслёнки. Маслёнку наполняем в комнате маньяка и смазываем вентиль в том же месте, где брали маслёнку. Этот вентиль перекрывает пар около лифта. Нам теперь нужно запустить сам лифт. Но для этого нужен предохранитель, так как электричества нет. В подсобке есть потайнуха, открываем её и... Опа! Тут ловушка из банок! Хватаем предохранитель и идём отдыхать к себе в конуру. Наш любимый друг, любовник и просто хороший отец возвращается от Аллана и идёт к себе в комнату. У нас остаётся пара завершающих действий. Вставляем предохранитель, в щитке всё выставляем так и не спрашиваем, почему я это методом тыка сделал. Включаем лифт и прячемся у себя в замке. Дядя выходит недовольный, чётно Аллана агрится и убегает к нему. А мы тем временем лезем на лестницу и сидим просто отдыхаем возле деревянной двери, где два наших персонажа встретятся. Ах ты, тварь! Это из-за тебя он сбежал! Кто-нибудь, помогите! Погоди, сейчас открою. Ага! Бегу! Спасибо. Я уже думала, не выберусь отсюда. Я уже смонтировал это видео, загрузил его на YouTube и когда пересматривал, заметил, что это не Аллан. Не охренел. Не понял, что происходит, порылся в интернете, решил перепройти первую главу. А Макса-то нет уже за стеной. Я так понял, что во второй главе мы помогаем ему. Видимо, у него ключа от лифта не было и он умер. А теперь он живой, потому что мы спасли его. Мы тут ещё и на временные петли влиять можем. Тогда кого спас Аллан? Может, Адель? Ну, это мы уже потом узнаем. Бежим подальше от этого места. Эх, любовь. Это ведь любовь? Ну, шо это, если не любовь? Я про маньяка к жертвам. Для обычной концовки нужно не ложить ему ключ в ящик, совершить все те же действия, потом взять специальные чернила за лифтом, налить их на бумажку в этом ящике. На бумаге проявится пароль от сейфа, в котором мы возьмём ключ-карту и сбежим просто в дверь. Но эта концовка отстой. Но что не отстой, так это третья глава про Юджина. Четвёртая глава ещё недоступна, так что когда она выйдет, у меня к тебе просьба. Вернись сюда и кричи в комментах, чтоб я записал про неё видос, а то я проспать могу. Также хочу заметить, что это новый формат у меня на канале, я буду очень благодарен, если будет как можно больше лайков в поддержку. А я взамен возьмусь за более серьёзные и масштабные игры, где потенциала для творчества будет в разы больше. Перестаю мечтать, и так мы остановились на Юджине. Юджин приехал к себе в колхоз, копать картошку и спину гнуть. Летсплеи уже не кормят, рекламы на ютубе нет. Но в один из дней в деревне погас свет. Юджин услышал стук в дверь и подумал, что приехала его жена. Но это был мужичок, который вынес Юджина с двух ног. Юджин вырубился, а проснулся уже в сарае. Есть, как по мне, небольшой минус этой главы. Тут нет физического пересечения между персонажами. С другой стороны, тут и время года другое. Но тогда непонятно, события с Юджином развиваются до побега Аллана и Эмили или после. На этой карте есть свои секреты. Также есть возможность заглянуть в окно к Аллану, и можно увидеть дверь, через которую прошлые персонажи сбегают. Когда я проходил игру с драконом, сбежать как-то не вышло. Что происходит? Я не могу ходить. Стул поставить. Я стул. Или кто? Я стул. Я стул. Ладно, тогда остановимся. Но не мы с вами. Под дощечкой находим нож, срезаем изоленту с аптечки, открываем ее и берем отмычку, взламываем дверь. Нам нужна вот эта тумба. Первый раз, когда мы подходим к ней, на нас начинает лаять собака. Не боимся, берем ключ и пока есть время, скручиваем болты с решетки. Там лежит ключик, который нам пригодится. Отдыхаем в апартаментах, делаем вид, что нам тут нравится. После чего выходим и открываем дверь, которая под сигнализацией. Врываемся, выносим из комнаты ключ-ручку. По пути домой открываем ручкой щиток и выключаем на будущее сигналку. Снова отдыхаем в гнездышке. Теперь мы можем спокойно смотреть новое помещение. Берем тут стул, ставим его у себя в сарай и скручиваем лампочку. Потом идем к нычке, где спрятана пасхалка. Стул ставим на место. На чердаке вкручиваем лампочку, включаем свет. Вставляем кассету, которая и является отсылкой к Юджину, которого вы, возможно, знаете на ютубе. Я тут подумал, что было бы очень круто сделать семью про маньяков, которые вот такие вот, как она, стрёмные. Чтоб найти эту кассету, в одном из шкафчиков есть подсказка. Нашего маньяка достает какой-то мальчик и все ему тут ломает и портит. Поэтому пришлось спрятать от него эту кассету. Хз, что за мальчик, информации мало. Насчет сюжета все так же тухло. Может это внук какой-то или еще кто. Кстати, во второй главе, если включить ноутбук, там будет написано имя Фрэнк. Возможно, это имя нашего похитителя. Рядом с запиской лежит ключ. Берем его и двигаем открывать новую дверь. В дальней комнате включаем свет и теперь у себя в будке можно увидеть пароль от ящика, в котором мы находим ручку от старого комода. Тут нам подкидывают кусачки и загадку, которая может открыть потайную ячейку. Нужно открыть ящики вот в таком порядке и взять из ячейки очередной ключ. Мы можем откусить проволоку на дверцах, но не забываем взять швабру, чтобы потерять улики и не получить по голове. Хватаем магнит и бежим домой, где с помощью ключа мы берем в ящике смазочку. Я забыл положить швабру назад, поэтому она мне даже очень пригодилась. Смазываем металлический сундук, открываем его и находим рукоять для топора. Крафтим топор, выносим дверь, отсиживаемся, лезем на чердак, ломаем вазу, берем штопор, отсиживаемся. Штопором сливаем содержимое с бочки, берем рукоятку, применяем ее к колодцу, вешаем на петлю магнит, вытягиваем очередной ключ на чердаке в чемодане, берем веревку и все. Можем прятаться для того, чтобы попытаться сбежать. А ну запрысь! Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Ох, ты гад! Решил поиграть в прятки! Давай. Я прошел метель-хоррор-эскейп, ты теперь получается тоже. Вроде всю информацию, которая есть, я вытянул из игры. Если что-то пропустил, что-то не нашел, буду рад прочитать об этом в комментариях. Также предлагай игры, на которые тебе хотелось бы увидеть следующие видео в подобном формате. А сейчас подписываемся на канал и ждем четвертую главу.